Добрый день! С вами Лейко Татьяна, аналитик компании Fibo Group. Сегодня мы поговорим о важных новостях по валютным рынкам, которые будут опубликованы на текущей неделе. Новая торговая неделя будет предновогодней на финансовых рынках. Наряду с публикациями макростатистических данных США и Великобритании, эта неделя попадает на период рождественских праздников, что может повлечь за собой спад торговой активности на рынке Форекс. В понедельник на азиатской сессии состоится публикация розничных продаж Японии за ноябрь. Эта новость может повлиять на курс йены, поэтому внимание участников рынка будет сосредоточено на данном релизе. Отметим, что последняя публикация поддержала йену, так как оказалась лучше предыдущего значения. В случае роста показателя йена укрепится в рамках спекулятивной торговли. На американской сессии во вторник трейдеры обратят внимание на публикацию индикатора потребительской уверенности США за декабрь. Степень важности данного релиза высокая, поэтому возможен рост торговой активности долларом США. Кроме того, за последние несколько месяцев отмечаются тенденции снижения данного показателя. Если фактическое значение окажется ниже предыдущего, тогда доллар США может снизиться. Что касается среды, то в этот день на европейской сессии состоится публикация индекса цен на жилье Великобритании за ноябрь, а немного позже индекса потребительских цен Испании за тот же месяц. Исходя из того, что данные показатели имеют среднюю степень важности, существенного роста, либо же снижения валютных пар, где есть евро и стерлинг, мы не ожидаем. Вместе с тем на американской сессии в центре внимания будет статистика по рынку недвижимости США. Национальная ассоциация риэлторов обнародует текущее значение индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости за ноябрь. Если продолжится динамика роста данного показателя, тогда доллар США получит поддержку. В четверг к важным событиям можно отнести традиционную публикацию показателя изменения заявок на пособие по безработице США. А немного позже фокус внимания сместится на индекс деловой активности PMI от исследовательского института ISM Chicago. За последние несколько публикаций этот показатель демонстрировал неоднозначную динамику. В случае снижения индекса доллар США может оказаться под давлением против основных валют. Также важно отметить, что в четверг и в пятницу весь мир будет праздновать Новый год. Традиционно эти дни финансовые рынки работают лишь частично. На этом у меня все. От всех сотрудников FIBA групп поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Желаем успехов и процветания. Пусть тейк-профиты сопровождают вас. До встречи в новом году! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ФИБА ГРУПП Ваша финансовая группа поддержки Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ФИБА ГРУПП